Светлана Агафонова. Здравствуйте, здравствуйте. Влияет ли качество картинки видео на подписываемых зрителей? Спасибо, хорошего дня. Светлана, влияет, но первое, что влияет, это звук. Что вы понимали, влияет все, то есть в совокупности. Допустим, если у вас есть там, допустим, вот звук, картинка, контент, идея, канал, экспертность автора, доверие к каналу, то есть вот оно все влияет, все влияет, да? Но я сторонник того, что звук важнее картинки. То есть если у вас стоит вариант, что выбрать, у вас есть хороший, ну сносная веб-камера в телефоне или сносная веб-камера в ноутбуке, но при этом у вас плохой микрофон, то сразу убедитесь, покупайте хороший микрофон, то есть звук, приоритет. Вот, например, когда, если разобраться, когда вы что-то смотрите, какой-то кинофильм, вы смотрите и картинка хорошая, а звук плохой, вы не будете смотреть его, правильно? Ну, кино, он будет там стоебивыми, а наоборот, если картинка бывает перепадами или такая не очень качественная, но звук отличный, то можно посмотреть, поэтому звук он всегда в приоре. И смотрите не то, что на подписываемость, вот внимание, Светлана, подписываемость не важна сейчас, да? Это просто один из показателей. Важна глубина просмотра, сколько у вас люди будут смотреть по времени, как они будут, то есть, что вот, например, человек пришел к вам на канал, увидел ваше видео, подписался и ушел. Возможно, больше никогда к вам не вернулся, потому что, ну, да? Или же в этом случае у вас получается, к вам человек пришел, ваш человек пришел, посмотрел ваше видео, нажал на паузу, пошел на обед сходил, опять нажал на паузу, опять сходил на обед, да? И опять получается, опять вам пришел. Для Ютуба, для алгоритма Ютуба эта вся история, она очень-очень, то есть это влияет искусственный интеллект. То есть, интеллект определяет, интересно ли видео, и дальше вы же заходите на Ютуб, у него главная страница, и у вас получается видеоролики стоят в ряд, там, двенадцать штук они, правильно? И вы можете здесь регулировать эти ролики. Как регулировать? То есть, вы просто берете и пишете, не показывать это ролики по теме, не показывать ролики с этого канала, да? И вы делаете себе главную ленту. Так вот, в этой ленте, если вы посмотрите, вам будут рекомендоваться видео на основе ваших интересов, они не будут даваться, там, на кого вы подписаны. То, что вы раньше смотрели, и то, что смотрели люди, которые вместе с вами смотрели. Например, я смотрю Шендеровича, мне подбрасывают всегда латынину. Я смотрю латынину, мне подбрасывают, допустим, не знаю, этого, как его, ну, короче, всех, кто по этому говорит. Поэтому, друзья, вот очень важный момент здесь, который здесь происходит, да? Это не парьтесь подписчиками, парьтесь контентом, тем контентом, который вы будете смотреть, тем контентом, который будет полезен для вашего зрителя. Если вашим контентом делится, если ваш контент смотрят долго, хорошо, то это нормально. То есть, Ютуб, вернее, не сам Ютуб, а искусственный интеллект, то есть, алгоритмы Ютуба, они определяют, какой ваш контент не потому, сколько подписчиков на вашем канале, а сколько людей доставили до конца, поделились, оставили комментарии, да? Просто подписка, лайк, дизлайк, это просто как вариант того, насколько интересен ваш контент. Вот здесь многие приходят и пишут, я хочу, чтобы там набрать двести подписчиков. Нет, лучше сказать, я хочу, чтобы двести человек досмотрело мой видеоролик до конца, либо хотя бы там до восьмидесяти процентов. Что мне для этого надо сделать? Вот это тот момент, когда очень и очень важно. Понятно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...